В области резко возросло число заболевших куклюшем. Если в прошлом году этим заболеванием заболели два человека, за полугодие текущего года выявлено 23 жителя. Причиной тому является то, что родители своевременно не вакцинируют своих детей. В настоящее время большинство заболевших этим заразным заболеванием – дети до 8 лет. Куклюш – одно из самых опасных заболеваний, который быстро передается, особенно когда пациент сильно кашляет. Болезнетворные бактерии мгновенно распространяются по воздуху. Больной способен распространять инфекцию с первых дней проявления симптомов и далее в течение 30 суток после начала заболевания. Куклюш – это инфекционная болезнь, возбудителем которой является бактерия рода Бордотелла. Недугу характерен приступ образный кашель с катаральными признаками. При этом у больного происходит поражение сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Кашель может длиться до одной минуты, покраснение лица и рта, а также симптомы рвоты после кашля. В некоторых случаях может повыситься температура тела. Иногда может возникнуть насморк. При сильном обострении заболевания выявляются признаки носового кровотечения. Течение болезни делится на три стадии. Сначала наблюдаются только симптомы гриппа, а потом возникает сильный кашель, который длится две недели и более. Если принять необходимые меры лечения, на третьем этапе кашель утихнет. По итогам шести месяцев 2023 года в области зарегистрировано 30 случаев коклюши. Из них 23 подтверждено лабораторно. Из них в городе Атрау 19 случаев, в Курмагазинском районе 3, в Махамбетском районе 4 и в Сатайском районе 3, в Индирском районе 1. Единственный способ предотвратить коклюши – регулярно вакцинироваться. Это следует делать до тех пор, пока ребенку не исполнится год. Согласно национальному календарю прививок, младенцу вводят прививку в возрасте двух месяцев, трех месяцев, четырех месяцев, восемнадцать месяцев. Болезнь может длиться от двух недель до нескольких месяцев, до шести месяцев. Здесь прежде всего необходимо обратиться к участковому врачу, сдать общий анализ крови. При обнаружении симптомов коклюша, глядя на состояние больного, через сдачу ПЦР определяют диагноз. Если будет доказано, то проводят соответствующее лечение. Стоит отметить, что если не лечить коклюш вовремя, он перерастет в пневмонию. Поэтому каждому человеку лучше искать способ не заболеть. Орынгүл қалмырзаслық яқаттар ғызатлы қабылғымаров телеканал Атрау.